Гран-Туризма Подростка Яна Марденборо А в актерском составе здесь Дэвид Харбор и Орландо Блум В центре сюжета киберспортсмен и большой фанат игры Гран-Туризма Однажды в ходе новой пиар-компании в Ниссан решают посадить лучших игроков Гран-Туризма за руль настоящих гоночных автомобилей И у Яна появляется шанс стать профессиональным гонщиком Это ваш шанс сделать мечту реальностью Поехали! С одной стороны, весь фильм — это одна большая реклама PlayStation А еще вполне прямолинейная и угадываемая история Даже если совсем ничего о ней не знать Но с другой стороны, это отличный и качественный аттракцион С большими скоростями, красивыми машинами Самыми известными гоночными трассами И главное, захватывающими и опасными для жизни гонками Барби Один из двух самых нашумевших фильмов прошедшего лета Создан он на основе самой популярной линии игрушек Мотел Режиссер Грета Гервик, не раз уже номинировавшаяся на Оскар А сценарий писала она вместе с мужем тоже уже не единожды номинантом на Оскар Ноа Баумбахом Однажды в кукольном мире Барби начинают происходить необычайные события Которые вынуждают ее отправиться в реальный мир А вместе с ней навязывается и Кен Это будет путешествие, которое навсегда изменит их обоих Этот фильм стал культурным феноменом задолго до того, как попал на экраны А когда вышел, в кино начал бить рекорды по кассовым сборам И на данный момент собрал почти полтора миллиарда долларов Максимально удачная пиар-компания и Барбин Геймер сделали свое дело Вот только в действительности это максимально легкое метаироничное кино Оно поверхностное и лишь делает вид, что затрагивает серьезные темы И оно гораздо лучше воспринимается дома в компании друзей, а не в кинотеатре Ну а из плюсов органичная в этой роли Марго Робби Проработанный мир, отдельные детали и элементы из мира Барби Которые порадуют настоящих фанатов куклы Ребят, а вы думаете о смерти? Кентавр Имя режиссера Кирилла Кемница пока не знакомо Но после Кентавра к нему точно стоит присмотреться А вот Илью Найшулера, автора Хардкора и Никто, хорошо знают многие киноманы И он здесь в качестве продюсера О главной роли в фильме исполнили Юра Борисов и Анастасия Талызина из сериала Патриот В центре истории таксист, который предпочитает таксовать ночью Однажды он подвозит эскортницу, которая просит его на эту ночь стать ее личным водителем Что в итоге приведет их к абсолютно неожиданному результату Этот фильм приятный сюрприз в отечественном кинематографе Мрачный нуарный триллер с неожиданными сюжетными поворотами и напряженной атмосферой Две трети фильма занимает чистый психологический триллер А далее, ближе к финалу, он превращается уже в экшн-триллер Жанна Дюбари Фильм от французской актрисы и режиссера Майвен Лебеско Это она изобразила оперную диву Плаволагуну в пятом элементе А еще вдохновила Люка Бессона на создание образа Матильды в Леоне И заодно вышла за него замуж и родила ребенка Жанна Дюбари, это на самом деле ее уже шестая и самая масштабная работа Лебеско здесь, кстати, также исполнила и главную роль Фильм посвящен соответствующей исторической личности Жанне Вобернье Обычной простолюдинке, которая стала в итоге фавориткой короля В плане сюжета это довольно посредственная история Но прежде всего этот фильм ценен появлением в нем Джонни Деппа В роли короля Людовика XV После череды скандалов в процессе развода И практически изгнания из Голливуда Каждое его появление на вес золота Ну а в целом это кино удачно высмеивает установки того времени Изобилует шикарными декорациями и костюмами Здесь нормальный темп и хорошая актерская игра 2-3 Демон Приди В оригинале этот ужастик называется Поговори со мной И это название намного лучше отражает суть Оно куда глубже и привлекательнее, чем это 2-3 Демон Приди Демон Приди А рассказывается здесь о компании друзей Которые устраивают по приколу спиритические сеансы Используя проводник в виде статуэтки руки Но однажды эти подростки заходят слишком далеко в своих играх Беги, беги Здесь используется классический сюжет про спиритизм Который умело адаптируется под современность И хорошо сочетается с молодежной драмой про семейную травму Здесь хватает экшена, выглядит фильм эффектно Так что ценителям жанра и любителям историй о призраках Обязательно должно понравиться Это было... Охрененно Миллион миль от Земли Удивительная, но реальная история жизни бывшего астронавта НАСА Хосе Эрнандеса Он основан на его автобиографической книге «Дотянуться до звезд» Картина охватывает весь путь становления главного героя с самых ранних лет И показывает, как молодой мексиканский мигрант Начинает свой путь полный трудностей, ограничений и многочисленных препятствий Которые далеко не каждый готов преодолеть Я думаю об этом каждый день Каждый час Постоянно думаю В роли Хосе Эрнандеса Майкл Пенья Ну а снято все просто и прямолинейно Фильм показывает, что даже несмотря на все аргументы против Если продолжать идти вперед, не отчаиваться и совершенствоваться То недостижимых целей нет Выравнивание завершено Выполняем крен Один браво Голда Судный день Фильм от Гая Наттева Известного по фильму «Скин» 18-го года И завоевавший Оскар за короткометражку «Кожа» в том же году Его новый фильм рассказывает о 19 днях из жизни Голды Мэйер Четвертого премьер-министра Израиля Ее роль, кстати, здесь исполнила дочь российского эмигранта Елена Миронова Более известная всем нам, как Хелен Мирон Вы готовы, премьер-министр? При Голде Мэйер Израиль чуть не проиграл войну И это один из самых драматических для страны моментов Речь о войне судного дня 1973-го года Тогда Сирия и Египет напали на Израиль Пожалуйста, помогите нам! Сама история подана вполне изобретательно и драматично При том, что в этом фильме про войну почти нет кадров военных действий Лишь отголоски в рёвах сирен, самолётов и абстрактных схемах этих военных действий И несмотря на биографичность картины По форме это больше именно напряжённый политический триллер Который, по сути, разворачивается всего в паре кабинетов Вызов Первый художественный фильм, частично снятый в космосе на борту МКС В 400 километрах от Земли Режиссёр картины Клим Шипенко, снявший ранее «Салют-7» А главную роль исполнила Юлия Пересильд Которую удачно дополняли в кадре настоящие космонавты По сюжету на российской части МКС происходит форс-мажор Одному из космонавтов необходимо оперативное хирургическое вмешательство И руководство Роскосмоса принимает решение отправить на станцию хирурга Сюжет фильма максимально прямолинейен и не оставляет места для интриг И это действительно самая слабая его сторона Ну и ещё топорно встроенные рекламные интеграции можно прибавить к очевидным минусам Но есть и сильные стороны Вся прелесть фильма в деталях Сценах подготовки к полёту, с занятиями на тренажёрах, с испытаниями в невесомости, на центрифуге А далее и сама космическая часть И главное, что всё это действительно реалистично и достоверно И все, кто проявляет хоть немного интереса к космонавтике, обязательно оценят Джулс Фильм от Марка Тёртл Тауба Как режиссёр он не достиг каких-то особых вершин Но он был одним из продюсеров маленькой месчастья В центре этой истории пенсионер Милтон в исполнении Бена Кингсли Он одиноко живёт размеренной жизнью в маленьком городке И однажды, посреди ночи, его будут вспышки и грохот за окном Это в его саду терпит крушение настоящая летающая тарелка И вот ему предстоит разобраться в происходящем А помогают ему в этом две бабули-соседки О боже Это простенькая и лёгкая фантастическая комедия Которая обернётся грустной историей о старении и одиночестве Возможно, к сюжету и появляются некоторые вопросы Но, тем не менее, фильм трогательный, душевный и с отличными актёрскими работами Сэр, звоните разыгрывать службу спасения Это уголовное преступление Граф Чёрная комедия от Пабло Лороина Получившая на Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий По сюжету чилийский экс-диктатор Аугусто Пиночет оказался вампиром Он инсценирует собственную смерть, чтобы мирно наслаждаться сколоченным богатством Убийца Но читая разоблачение о себе и наблюдая за нерадивым семейством 250-летний вампир Пиночет решает уйти по-настоящему Поэтому нужно навести порядок в делах Это изобретательная, наполненная остроумными деталями история Которую, возможно, оценят не все Она на любителя абсурда, символизма и большой доли иронии Да и хронометраж в почти два часа может и утомить На этом все, спасибо за внимание и удачи У вас было много партнеров? А много, это сколько? Это больше одного Не больше одного за раз Если вы об этом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!